Бежать! Юлия Елина из Нурладского района. Как только узнала о том, что будет участвовать в президентских играх, испытала огромную гордость. Потому что из многих учеников выбрали именно ее. За то, что не уступает никому в беге, отжиманиях и прыжках в длину. Но на сегодняшней дистанции считает, что немного отстала. Да, очень сложно. У нас была не очень хорошая подготовка. Из-за этого было очень тяжело. Нас выбирали по лучшим характеристикам в нашем классе. У тебя какие характеристики самые лучшие? Отжимания вроде, как пресс. Прошли длину. Я и в школе бегала хорошо, но сейчас что-то немножко не получилось. На региональном этапе Мамадыша собрались 19 школьных команд со всей республики. 10 из сельских поселений, 9 из разных городов Татарстана. На этих соревнованиях Мамадышский район представляет команда средней школы номер один города Мамадыш. Среди участников сельских образовательных учреждений учащиеся Татарстанской школы. Стоит отметить, что команда школы номер один в прошлом сезоне уже участвовала во всероссийском этапе. В этом учебном году образовательная организация представила в игре другой командный состав. В прошлом году мы больше уделяли внимание на спортивную часть, но творческую часть оставили позади. И поэтому мы заняли 50 место на российском этапе, на финальном этапе. И поэтому в этом году мы решили большое внимание уделить на творческую часть и показать таланты не только в спорте, но и творческую часть нашей команды. Президентские спортивные игры – очень сложные соревнования. Ученикам необходимо проявить себя во многих видах спорта. Не случайно республиканский финал был организован у Мамадыша. В районе регулярно проводятся крупные соревнования как среди детей и подростков, так и среди взрослых. Ведь здесь имеется прочная база для их проведения на высоком уровне. Конечно, организаторы учитывают эти показатели при определении места проведения. Я не могу пока вам сказать, какие надежды на команды. Предварительные протоколы были направлены в Министерство образования, они рассмотрены. И здесь, честно говоря, конечно, первые десятка лучших среди сельских команд, среди всех направленных протоколов и десятка лучших среди городских команд. Основная цель проведения соревнований – это всестороннее развитие личности, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание учащихся, а также приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. Все эти качества присущи участникам. Команда-победитель в составе 12 человек и двух руководителей получит путевку на базу Всероссийского детского центра «Смена» и будет представлять Татарстан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!